Добрый вечер. Итак, мы представляем сегодня первый в современной России, первый музыкальный независимый профессиональный приз Ассоциации музыкальных критиков Москвы за выдающееся достижение в области академической музыки, в области музыкального и музыкально-театрального искусства. Приз присуждается по итогам сезона. Общим голосованием сначала выбирается шорт-лиз лидеров голосования, и прежде чем назвать победителя, я хочу сказать спасибо театру Геликон-Опера и художественному водителю Дмитрию Бертману, потому что когда вы узнаете, кто победитель, вы поймете, почему именно сегодня и именно здесь мы так рады сделать это представление. Я назову сначала лидером голосования. Это пятерка выдающихся людей и событий сезона 2014-2015 годов. В шорт-лиз вошли две оперы региональных театров. Это спектакль опера Сатия Граха Филиппа Гласа впервые поставленные в России в Екатеринбургском театре оперы балета. Это спектакль «Тангейзер» в Новосибирском театре оперы балета. Это фестиваль камерной музыки «Возвращение», уникальный фестиваль, московский фестиваль. Это пермский хор «Мусика Эльтерна». И это дирижер Владимир Яровский в прошлом сезоне, давший московской флормонии, беспрецедентной по качеству и художественному содержанию, цикл концертов, посвященный трагедии Великой Отечественной войны. И теперь мы переходим к тому, чтобы объявить нашего победителя, нашего голосования. И Петр Поспилов представит нашего лауреата. Уважаемая публика, первым лауреатом ежемодной премии музыкальных критиков Москвы стал ученый, который посвятил жизнь исследованию творчества Петра Ильича Чайковского. Казалось бы, музыка Чайковского звучит повсеместно и всегда, но часто мы даже не догадываемся, что мы слышим не совсем то или совсем не то, что написал великий композитор. Многие его произведения существуют с купюрами, с искажениями в редакциях, которые делали иногда выдающиеся исполнители, которые стремились упростить, улучшить, сделать более эффектным текст Чайковского. Конечно, они действовали из лучших убуждений, но мы же, не переписывая романы Толстого или картины Серова, настало время вернуться к понятному Чайковскому. И именно в этом уходящем 2015 году вышли из печати первые тома полного собрания сочинений Чайковского в авторских оригиналах. Это многолетний, многотомный труд, с которым может справиться только коллектив, команда единомышленников, специалистов. Но у этого коллектива есть душа, есть лидер. Полина Вайдер. Спасибо большое. Спасибо за эту премию, потому что эта премия, это не мне, это той музыки, которой мы служим, музыки Петра Ильича Чайковского. И то, что мы делаем, мы хотим вернуть настоящего подлинного Чайковского в наши залы, нашим исполнителям, нашим слушателям. Мы хотим рассказать о нем таким, каким он был. И вот этот большой проект, который много в десятилетии пытались начать и наши предшественники. И уже с начала 20 века шла речь о том, чтобы вернуть Чайковского того, которого знали те, кто жил с ним рядом. И вот сегодня, наконец-то, это свершилось. И за это огромное спасибо всем, кто помогал нам. Спасибо всем, кто участвовал в этом, в нашей стране, за рубежом. Всем тем, кто своим трудом, всяческим содействием помогал тому, чтобы это случилось. И спасибо, уважаемые коллеги, музыкальные критики и музыкаленды. Спасибо за то, что вы оценили этот труд. Не наш труд, а труд наш для слушателей и для исполнителей. Мы хотим, чтобы знали все настоящие учреждения. Спасибо вам большое. Уважаемая публика, не далее, чем 19 января, здесь, в Театре Пелекот-Опера, Полина Ефимовна Вайдман будет читать лекцию настоящих Чайковских. И в этот же день на этой сцене состоится концерт пианиста Андрея Карабинького, который вместе с оркестром Театра Пелекот-Опера исполнит всем знакомый нам первый концерт Чайковского, но, наконец-то, в оригинальной авторской редакции по тем самым нотам, которые подготовила Полина Ефимовна и ее сподвижники. А сейчас разрешите мне огласить официальную формулировку. Типло. Ассоциация музыкальных критиков Москвы присуждает свой ежегодный приз Полине Ефимовне Вайдман за фундаментальную научную подготовку и выпуск первых новов полного собрания сочинений Петра Леича Чайковского, впервые представляющим авторские редакции как итог многоленнего подвиженческого труда по сохранению и изучению наследия композитора. В нашей награде прилагается маленький изящный предмет – это ручка-аркер. Полина Ефимовна, вы будете этой ручкой подписывать в печать все следующие тома собрания сочинений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова